Мелкая авария в Петрозаводске стала поводом для драки между водителями, хотя ситуацию можно было разрешить быстро и мирно с помощью Европротокола, который используют в России с 2009 года. Тем более, что новшества 2019-го позволяют воспользоваться им даже в случае разногласий между водителями. Чтобы в несерьезном ДТП разойтись цивилизованно, нужно соблюсти несколько условий. Например, визуально оценить ущерб, причиненный машинам. Он не должен превышать сумму в 100 тысяч рублей. Вы поставили? Нет, ДТП. Я не пострадала. Пассажир моя тоже не пострадала. Поэтому можно оформить по Европротоколу. У вас есть Европротокол? Конечно. Несложные действия в стрессовой ситуации могут вспомнить не все, поэтому звонок в ГИБДД за консультацией лишним не будет. С помощью фото либо видеосъемки фиксируйте, как транспортные средства расположены на проезжей части после столкновения. Затем необходимо принять меры к тому, чтобы проезжую часть освободить. Краю проезжей части, либо в кармашек, куда-то становимся, где вам будет удобно заниматься заполнением извещения о дорожественном происшествии. Пострадавшая сторона забирает себе первый лист, оригинал данного документа. Виновник забирает все копию, которая откопируется при заполнении. В течение пяти рабочих дней оба водителя обращаются к каждой в свою страховую компанию. Часами не ждать дорожную полицию участникам аварии можно и в некоторых других случаях. Если им что-то непонятно, либо сумма ущерба, как они считают, превышает, либо участвуют не два транспортных средства, а одно, либо может быть три и более, соответственно, в данном случае водители осуществляют звонок в полицию, и полицейские уже им дают указания, где будет оформлено данное дорожно-транспортное происшествие. В случае, если при аварии машина повредила забор, светофор, дорожный знак или еще что-то, сотрудники ГАИ выйдут на место. И необходимо обязательно ждать инспекторов, если в ДТП есть пострадавший. Кроме того, дорожные полицейские напоминают, в случае, если водитель оставил место аварии, ему грозит арест до 15 суток или лишение прав до одного года. Анжела Маркевич, Александр Борисов, Сампо ТВ 360.